Итак, дорогие друзья, с запозданием, но все равно мы сегодня будем делать урок, потому что надо, надо, то есть очень важно не пропускать, и вот мы, кто сейчас еще в эфире, присоединяйтесь, значит, мы продолжаем изучать Мишли, притчи царя Соломона без остановки, божественную мудрость мы продолжаем изучать, впитывать, и сегодня как раз перед Пуримом мы сейчас чуть поучим про из Мишли, а потом чуть-чуть про Пурим, значит, 18-й отрывок, Эсхаим Ильмахзитимба, значит, мы продолжаем изучать, что Тора дает, что Тора дает, и в 18-м отрывке мы узнали, что она древо жизни для тех, кто за нее держится, в этом Хе Мишар, а тот, кто ее поддерживает, он счастлив, значит, тут есть два, как бы, два направления, одно направление, это кто-то за нее держится, да, то есть, что значит держаться за Тору, держаться за Тору, это, я всегда понимал этот отрывок так, что древо жизни, она для тех, кто за нее держится, это те, которые учат Тору, которые посвятили себя Торе, она для них как дерево жизни, как, у меня всегда был пример Рав Ильяшев, Рав Ильяшев, это был глава поколения, умер 104 года, но у него было там где-то 7-8 детей, в среднем 7-8 детей у тех, кто, ну, соблюдает заповеди, такие ортодоксы, знаете, есть ортодоксы, они невероятно плодовитые, то есть, они есть, ну, там, в среднем в ортодоксальной семье 8 детей почему-то, так получается, и, наверное, потому, что вот она древо жизни для тех, кто за нее держится, значит, и у Рава Ильяшева, который он умер, там, ему было 102 или 104 года, у него где-то в 25 лет у него начали рожаться дети, он женился, значит, у него к 40 годам было уже, сколько детей, 8, допустим, да, теперь эти 8 детей, они где-то в 20 лет женились, ну, пораньше, и к 60 годам у него было уже в среднем 8 на 8 64, 64 внука, потом, значит, годам к 80 уже женились и эти, и 64 внука, а у них у всех тоже начали рожаться дети, у него где-то было около 500 правнуков, к 100 годам, к 100 годам, еще через 20 лет, у него уже эти 100 правнуков, в среднем каждый по 8 детей, и у него получилось 800 пра-пра-пра-правнуков, представьте, да, ты, 4 тысячи, я ошибся, 4 тысячи правнуков, пра-пра-пра, смотрите, первое поколение, 8 детей, 64 внука, 500 правнуков и умножить на 8, 4 тысячи пра-пра-пра-правнуков, я всегда понимал, что, что древо жизни, это именно это, да, теперь, как, теперь, дальше, в этом Хэммиушар, а тот, кто поддерживает Тору, он счастлив, то есть, есть здесь, опять же, мы приходим к терминологии, что такое счастье, значит, как-то есть такая, Раф Деслер или Аудеслер, он разбирает этот вопрос, привет, Виктор, значит, привет всем, Раф Деслер разбирает вопрос, что такое счастье, есть такая набор книг, 5 книг, письмо Мехтам Милияу, письмо от Ильяу, и вот Раф Ильяу Деслер, он разбирает, что такое счастье, и он говорит, вот смотрите, интересно, сколько людей вокруг, которые несчастливы, да, и бедные несчастливы, потому что у них куча проблем, и средний класс несчастлив, они работают, пашут, как папа Карла, и все куда-то стремятся, стремятся, бегут за чем-то, и тоже они несчастливы, богатые, у них куча своих проблем, значит, как известно, умножаешь имущество, умножаешь заботу, проблемы с детьми, проблемы с налогами, проблемы с женами, и так далее, то есть, с определенного уровня богатства, главная забота у богатого человека, как сохранить, то есть, он все время боится, что у него все это украдут, заберут, и обоснованно, и вот он говорит, так что, в этом мире, который Бог создал, нет счастливых людей, он говорит, есть, просто счастливые люди есть только там, где они ищут счастья не в материальном, а в духовном, и так как в духовном, то рост безграничен, и так далее, то есть, только в духовной сфере есть счастливые люди, и богатые люди есть, только в этой же сфере, по-настоящему, почему? И он приводит такое разделение, кто такой богатый, тот, кому хватает, и у кого есть избыток, Получается, что богатый человек это тот, у кого есть избыток, то есть ему хватает на все его потребности. А бедный это тот, которому не хватает, у него не хватает, у него недостаток. Так он говорит, что только человек, который поднялся на хороший духовный уровень, и он уже смотрит на вещи под другим ракурсом, он может быть и богатым, и счастливым, а счастливым, потому что у него все есть то же самое. То есть и на иврите интересно, ошер богатства и ошер счастья, пишется это, звучит одинаково, богатство и счастье, а разница в одной букве, алиф и айн. Алиф это один, айн это семьдесят. Теперь есть еще одна интересная мишна, которая объясняет вот этот Эцхаим, что древо жизни Тора для тех, кто за нее держится и поддерживающий ее счастлив. Есть смешна в Перте Вуд, написано там так, что хлеб кушай, воду маленькой мерой пей, на земле спи, жизнью страданий живи, Тора учи. Если ты делаешь так, то ты счастлив и хорошо тебе, счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в мире грядущем. Вообще непонятно, какое-то вообще противоречие, садизм, значит, на земле спи, воду пей, жизнью страданий живи, Тора учи, а где ж ты счастлив-то? Так вот, я именно понимаю эту мишну, есть несколько разных объяснений, но самое простое объяснение, оно такое. В Талмуде написано, что жизнь изнеженного человека не жизнь, то есть изнеженный человек, он все время страдает. Почему? Потому что все, что вокруг, не дотягивает до уровня его представления, как должно быть. И чем выше человек загоняет уровень планку, так вот должно быть только так, тем больше у него в жизни разочарования. Теперь, если я устанавливаю уровень своих ожиданий от жизни на уровень ноль, да, то есть я считаю, что норма это хлеб есть, воду пить, на земле спать, жизнью страданий жить, Тора учить. Это норма, это то, для чего я создал. Никто мне больше ничего не должен и не обещал. То есть, если так оно есть, именно так и должен жить человек. Так что, согрешил Адам Решон, Бог ему этому Адам Решону и сказал, послушай, согрешил ты, значит, будешь поте лица зарабатывать свой хлеб, земля будет тяжело производить и так далее. Говорят, что забота о парносе, это как раступление моря, когда страшно вперед идти, сзади египтяне гонятся там. Ну, то есть, все, этот мир, это мир головника, никто не обещал в нем радости. И вот, если я это осознал, понял и принял, то все, что лучше этого, счастлив я. И когда я принимаю это с благодарностью от Бога и говорю Богу, спасибо тебе, Господи, за то, что есть у меня диван. Я сижу сейчас на прекрасном мягком диване, хотя на улице сейчас в Киеве минус там 13 или 15 градусов. Но, да, но сзади там у меня батареечка, батареечка. И, слава Богу, сзади батареечка, спереди, спереди прекрасный там телефон. Ну, и что, что он чуть-чуть там треснутый, так зато... А кто обещал вообще, что у меня должен быть телефон? Ну, и так далее. Понятно, да, идея? Всем привет еще раз. Значит, мы изучаем 3 глава, 18 был отрывок. Древо жизни для тех, кто за нее держится и поддерживающий ее счастлив. Вторую имеется в виду. 19 отрывок. Бог Бехахма Ясад Аретс. Бог своей мудростью, он установил землю. То есть, нам объясняется, что вот этот мир такой, какой он есть, он такой, какой он есть, потому что так захотел Бог. То есть, обычный человек никогда об этом не задумывался. Почему две руки? Почему две ноги? Почему один нос? Если уже две руки, две ноги, дайте мне два носа. Почему один нос? Было бы очень симметрично и по-честному. Два глаза, значит, два глаза, два уха, два носа, два рта. Один на мясного, один на молочного. Все, было бы так. Если бы я проектировал, я бы так и сделал. Но Бог сделал так, как сделал. И мы воспринимаем это как должное, но это аксиома. Это как раз и есть как должное. То есть, и вот Бог своей хохмой, великой хохмой, где все сходится. Потому что, если бы было, если бы было по-другому, то оно могло бы где-то не сходиться. Но весь мир очень синхронизирован. Каждая, там, круговорот воды в природе, пищевая цепочка. Убери из этой пищевой цепочки один элемент, рушится вся цепочка. Ну и так далее. То есть, Бог своей хохмой, своей мудростью установил землю. Мы, утром мы когда, не утром, когда мы выходим из туалета, каждый раз после выхода из туалета мы говорим благословение. Благословенный Бог, Царь Вселенной, Ашер Яцар, это Адам Бахахма, который создал человека этой же мудростью. То есть, человек создан невероятно мудро. Если мы берем автомобиль какой-то, то у него есть разные виды жидкости. Мы заливаем в этот автомобиль бензин в одну дырку, масло в другую, в тормозную жидкость в третью дырку. А человека Бог так создал, что одна дырка, и мы всю воду заливаем в одну дырку в рот. Причем воду в разных, иногда загрязненную, какую-то это самое. А эта вода внутри распределяется, часть идет в мозг, часть в лимфу, часть в кровь, часть туда, часть смазка суставов и так далее. То есть, какой мудростью Бог, как он все запроектировал. Или другой пример. Если мы хотим влить в вену какую-то жидкость, то должно быть все стерилизовано. А в рот мы едим пищу и не стерилизуем. Пожалуйста. То есть, все внутри, оно расщепляется, стерилизуется, раскладывается на разные элементы. Все. Лишнее все выходит. Это мы после туалета говорим это благословение. А здесь, в 19-ом отрывке, царь Соломон нам сообщает, что Бог своей мудростью великой, он создал землю. Он установил землю, установил землю, конен шамам битвуна. И он установил небеса, установил небеса твуной, это, ну, уже вещь из вещи. То есть, изначально он создал первоматериал. Берешит барай лаким, это шамам и это арец. Он создал вначале некий первоматериал, землю, ну, назовем его земля. Потом из него уже пошли все производные. Понятно. И небеса, как бы, это уже производные. Там все эти каскады ангелов, все это очень четко устроено, как механизм, такой механизм, значит, который Бог установил. Дальше. Бэдат, Теомот, Невкуу, Вашихатим, Ирафу, Таля. Значит, да, там уже, когда была это все сотворена, вся система, она дальше начала работать. То есть, было, как было, вначале Бог сотворил небо и землю. И земля была тоу-вавоу. Земля была хаосом. И дух Бога, он трепетал над поверхностью земли. То есть, было намерение Бога, как оно все будет. Был первоматериал, были заложены вот эти все молекулярные какие-то структуры, вся эта квантовая физика. Все это изначально было заложено. И потом оно, шух, начало формироваться. А потом туда же появился человек, отражение Бога, которому Бог сказал, теперь, а ты теперь формируй дальше. Ты теперь, давай всему название. То есть, Бог сказал, и будет свет. И был свет. То есть, Бог создавал крупные вот эти вот блоки все. А потом посадил туда человека, говорит, ты дальше теперь программируй этот мир, как ты хочешь. И человек начал, это корова, оп, корова, это баран, баран. Значит, он начал давать всему суть вещей. А потом, потом Бог создал человеку, женщину, да, вторую часть человека, его отражение. Назвал ее Эзерка Иногда, помощник против него. И тут началась путаница. В Экклезиасте царь Соломон говорит, что Бог создал человека прямым. Был всего лишь один Бог, один источник создания вот этих вот первичных основ реальности. И был человек, один человек, который дальше с этими основами работал по приказу Бога. И Бог говорит, Бог создал человека прямым, в Эмма, когда они стали вдвоем. Бекшухи жбанот рабим. И они начали вдвоем, уже не могли договориться. Создал ему помощника, но против него. И дальше пошла вся, вот с момента, как появилась женщина, пошла вся путаница. Она его соблазнила, скушает дерево познания добра и зла, ну и так далее. Все это вместе, если мы возьмем этот макромир, а если мы возьмем его в микро, в жизнь каждого из нас, то есть основы, аксиомы, по которым человек живет. Эти аксиомы он откуда-то взял. Вот каждый из нас живет в мире каких-то своих принципов. Жизнь работает так. Это важно, это не важно. Это можно, это нельзя. То есть есть эти аксиомы, на которые человек полагается. Дальше он из этих аксиом делает каждый раз выводы, принимая решения. То есть есть возможность, и у него внутри начинают эти аксиомы, как бы, включаться, и он делает из них выводы, понимает вещь из вещи. Итоговая картинка называется даат, восприятие. То есть тот мир, который уже есть в итоге, принятое решение, готовая ситуация. Этот мир называется как даат, мир познаний. Вот здесь написано. Значит, бедаато, теомос, нифку, его восприятием, восприятием Бога. То есть весь этот мир в итоге существует в восприятии Бога. Бедаато, теомос, нифку, открылись все эти бездны. Вэ шахатим и рафу таль. Шахатимы, это как облака, из них падает таль, роса. То есть Бог, он не ушел из этого мира. Он все время его поддерживает, поддерживает его существование. То есть если бы Бог хоть на секунду остановил снабжение мира энергией, все, нету мира. То есть как бы структура мира существует из-за человека. Но Бог дал человеку и миру, дал вот эту вот внутреннюю силу, ее можно назвать рацион. То есть когда мы говорим после еды, беркат амазон, благосостояние после еды, там есть такая фраза, которую надо вот именно произносить с намерением, да? Умазбе лыхоль хай рацион. И насыщает всего живого по его рациону переводят, по его желанию. Это неправда. У большинства людей их желания не насыщаются. Они не получают то, что хотят. А как же это надо понять эту фразу и насыщает все живое по желанию. На иврите точно написано, насыщает все живое желанием. Бог дает вот этот рацион. То есть силу хотеть дает Бог. Дальше эту силу хотеть человек использует в каком-то направлении. И дальше у него что-то получается, что-то нет. То есть наполняет рацион. Это тоже Бог наполняет рацион. Это мы говорим после простой еды. Мы говорим как? Барух хей ауламим. Благословен, дающий жизнь мирам. То есть Бог... Ашарбара это... Бахестранан. То есть он создал все живое и все, что им не хватает. Вот он создал вот эту вот разницу. То есть человека он создал все время в состоянии, что человеку не хватает. Отсутствие шлымута. Отсутствие полноты. То есть человек не может секунды сидеть без того, чтобы ему как бы не выпасть из красивое слово. Красивое слово гомеостаз. Да, гомеостаз. И человек все время выпадает из гомеостаза. Ему все время нужно что-то или кто-то, что его восполнит. Любовь это восполни мой гомеостаз. Значит, что такое любовь? Да, вот Этан, он все изучает этот вопрос. Это чистое восполнение гомеостаза. Человеку не хватает второй половины. И он ищет с кем бы слиться. Все. Значит, Алина Бжигава. И Али, Елозу, Мейнеха. Давайте сегодня мы остановимся на этом. Да, остановимся на этом. То есть как бы нам уже, мы уже столько Мишли изучаем, что нам уже практически все понятно. Дальше можно не учить. Уже третья глава, уже как бы, Слома Мелок свое обещание выполнил. То есть он зачем писал это? Значит, Латетли Птаим Арма наивным дал хитрость. Ленар, да, Тумазима дал подросткам такое вот именно понимание четкое всего. Значит, сейчас сегодня у нас вечером наступает праздник Пурим. И я хочу несколько слов сказать про Пурим. Значит, сейчас вот пост Эстер. Пост Эстер это, пост всегда нужен для того, чтобы задуматься о бренности всего существования. То есть пост это, когда ты не ешь и не пьешь, то ты начинаешь ценить еду и питье в первую очередь. Да, то есть, когда ты ешь и пьешь, ты не так ценишь то, что есть у тебя возможность попить водички, покушать простую еду. А вот когда ты не ешь и не пьешь, ты вдруг думаешь, как же так, я живу-то, да, и не ценю. Насколько вся моя жизнь, она на волосте. Насколько она на волосте, то есть то, что я здоров, то, что есть еда, то, что есть вода. И насколько это все очень, как сказать, ненадежно, ненадежно. То есть сегодня есть, завтра нет. И предсказать все, просчитать все практически невозможно. От кого все зависит? От Бога. И в момент поста, все наши посты, особенно перед праздниками, после праздников, они все для того, чтобы задуматься, что все зависит от Бога. И насколько я уделяю внимание, во-первых, установлению отношений с Богом, и второе, насколько я ценю то, что Бог мне дает. И вот в этом, мне кажется, два главных аспекта поста. То есть как нажатие, вот у тебя периодически телефон начинает медленно работать, я его перезагружаю, выключаю, а потом опять включаю полностью. То есть пост это выключится из привычного хода жизни, и потом опять включится. Значит, сегодня вечером мы включаемся, первый раз читаем Медилат Эстер, Свиток Эстер, значит, читаем его в Синагоде, но желательно его прочесть и самостоятельно, чтобы понять и самостоятельно, не прочесть самостоятельно. А надо его прочитать и понять, что вот жил целый народ, потом бах, и чуть их всех не уничтожили, потом бах, все поменялось. То есть это модель жизни, это конкретная модель жизни, в которой ни разу в Медилат Эстер не упоминается имя Всевышнего, но мы знаем, что Бог рулит всю эту ситуацию, и зачем было написано Медилат, чтобы показать, что было, что хотели участники все этого процесса, что они думали и что получилось. То есть мы видим некое такое развернутое, многослойное срез ситуации, очень важной, мощной ситуации, которая повторяется из года в год, из года в год, эта ситуация повторяется. Значит, мы должны вечером прочитать Медилу, утром прочитать Медилат Эстер, Свиток Эстер, чтобы на свежую голову, вечером это правое полушарие работает, прочувствовать, утром на, как сказать, левое полушарие, утро вечером мудренее, чтобы заметить то, что не заметили вечером. Потом мы должны сделать еще три митцвы, три заповеди. Первую заповедь мы должны делать, это Мишлоах Манод, послать человеку ближнему Мишлоах Манод, два каких-то вида еды, чтобы он сразу покушал, или с ним можно перекусить и так далее. То есть здесь мы как бы объединяемся Мишлоах Манод Иш Эль Рео, то есть нужно ближнему своему послать эти два вида еды, и это именно ближнему объединение, то есть вот эти вот все послания подарков, они объединяют. Тебе послали подарок, ты послал подарок, тебе послали, ты послал, но это митцва, это заповедь. Вторая заповедь это Матанод Левиним, сделать подарки людям, у кого не хватает денег, нужно сделать какие-то им подарки, к Пуриму, к празднику, сделать им подарки, чтобы они радовались в этот праздник, потому что в принципе этот праздник спасения еврейского народа, От чего спасение? От еврейского народа. Потому что, когда начинается Медила, в Талмуде спрашивают ученики Рабишиман Барюха, а за что Бог в том поколении решил уничтожить еврейский народ? То есть, это же было в начале, не просто так оно пришло. То есть, и Рабишиман Барюха ответил за то, что когда-то они поклонились идолам, за то, что они, то есть, Бог, он гневается на еврейский народ только за идолопоклонство, за то, что после всего, что Бог сделал для нас, он, ну, невозможно, как можно служить другим богам после всего, что Бог для нас сделал? Это нереально. И это самое вызывает гнев больше всего у Бога. Значит, у каждого из нас тоже есть вопрос, или я служу только Богу, создателю мира, хозяину мира, тому, кто миром управляет, или у меня есть еще какие-то варианты, что кто-то есть кроме него. Никого нет кроме него, все происходит от него. И это очень важный, очень важный вот такой вот нюанс, принять еще раз на себя, что есть только один Бог, он управляет миром, он мир создал, и это важно знать, это самое важное. Дальше, если человек уже это знает, тогда ему важно каким-то образом присоединяться к Богу через заповеди, делать то, что надо делать, не делать то, что не надо делать. И четвертая заповедь всего этого дня Пурима, это трапеза, праздничная трапеза, покушать с хлебом и с вином. То есть вино выпить говорят, что надо выпить, чтобы не различать между проклят Аман и Барух Мордехай, это проклят Аман, который был злодеем, и благословен Мордехай. Так чтобы перепутать и не различать. А что значит перепутать? А перепутать, это значит прийти в такое состояние сознания, можно это через алкоголь, можно без алкоголя, чтобы понять, что все, что Бог делает, это добро. И даже Аман, который был злодеем, ну он включил на сколько лет, включил еврестий народ в служение Богу. Получается, что Аман не злодей, он был средством для служения Богу. То есть получается, что даже то, что кажется зло, оно на самом деле добро. И вот это нужно понять, осознать и принять. Все, дорогие друзья, вам легкого поста, потом веселого Пурима. И с Божьей помощью завтра, скорее всего, мы ничего с утра учить не будем, ну потому что день праздника, оно все такое активное, быстрое. И продолжим уже в пятницу, в пятницу, да, с Божьей помощью. Все, друзья, удачи, успехов, прекрасного Пурима, веселого, радостного, полного осознания, понимания и инсайтов. Все, пока, удачи.